В сегодняшнем видео мы с вами обсудим эту тему, почему ваши платежи не приходят на ваш кошелек Paypal, почему вы не можете пополнить свой счет и как сделать так, чтобы у вас были деньги на счеты, вы могли отправлять или принимать платежи. Досмотрите видео до конца и вы получите все ответы. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Друзья, ситуация такова, что если вы выполняете какие-либо условия, делаете рекламу или еще что-то, неважно, вам должна заплатить компания деньги. Смотрите, если вы создали кошелек в Украине, он не работает по приему от корпоративных платежей, только от частных платежей, как вы буквально создали. То есть по факту с частного на частный вы можете переводить, даже внутри Украины, за границей, неважно. Самое главное, чтобы это было. Я вам сейчас демонстрирую то, что мне компания оплатила с частного кошелька 50 долларов, я вывожу 25 долларов на гривневую карту и 25 долларов на долларовую карту, на валютную. Сами посмотрите, какая будет комиссия, выгодно ли это и вообще все, в принципе, ответы вы получите. Ну так вот, друзья, смотрите, мне перечислили 50 долларов, как сами знаете, вот я с Украины. И давайте смотреть, какой процент вывода будет на карту. Вот мне нужно подтвердить пароль. Теперь входим в наш кошелек. Вот у меня есть две карты, то есть долларовая карта у меня и точно так же гривневая карта, приватовская. Давайте мы проведу лично для вас эксперимент. Выведу 25 долларов на гривневую карту и на валютную карту и сравним, как будет лучше. То есть 25 долларов бахнем туда. Посмотрим, какая комиссия будет. И 25 долларов бахнем на долларовую карту. То есть видим, что конвертация у нас прошла. И комиссии у нас никакой нет. Просто нету никакой комиссии. Перевести. Вот, вы перевели 731 гривну. Все, готово. У нас здесь 25 долларов. Давайте посмотрим, сколько у нас 25 долларов будет. 25 долларов, ну, 738. Плюс-минус, значит, 731 гривна. Возвращаемся назад. Кидаем это все тоже на долларовую карту. Будет ли какая-то конвертация. Вывод средств. Вот моя долларовая карта. Пишем 25 долларов. Дальше. Вывод средств. Тоже 731 гривна. О чем многие мне писали. Все здесь по нулям. Переходим на приват. У меня здесь чистые карты. Вот, включаем Face ID. Здесь видим 731. Видите, на интернет карту даже съело немного. На интернет карте у меня здесь было даже 2 доллара. То есть, по факту я отправил 25 долларов. У меня съело 2 доллара. Поэтому лучше перекидывайте на гривневую карту. Тогда у вас ничего съедать не будет. Вот так. Чего сложного здесь нет. Я вначале уже сказал. Корпоративные они работают с частными. И, как бы, вот единственная проблема. Почему вы не можете получить платежи от ваших родственников и так далее. Это должен быть частный кошелек при создании аккаунта. Все полезные ссылки будут в описании под видео. В закрепленном комментарии. Вы найдете ссылку на телеграм-канал. Подписывайтесь. Я там выкидываю новые проекты, которые запускаются в Украине. Есть возможность заработать. Все проекты, конечно же, рисковые. Не без этого. Вы о многих, может быть, уже слышали какие-то. Я записывал недавно видеоролик. Поэтому советую посмотреть. Может быть, вам это и даже подойдет. Я сам в этом участвую. И в телеграм-канал буду, в принципе, все выкидывать. Какую сумму я заработал. И сколько я снял денег. В принципе, все нюансы будут там. Поэтому ныряйте в описании под видео. Чекайте все эти ссылочки. Самое главное, подпишитесь на канал. Пожмите колокольчик. Оставьте положительные комментарии. Дальше больше. Увидимся в следующем guide. Субтитры сделал DimaTorzok У会у тебя. До свидания. До увидимся. Редактор субтитров. Корректор А. Продолжение следует...